Здравствуйте, меня зовут Дарья Назарова. Я студентка третьего курса факультета международной журналистики МГИМО, автор журнала «Международник». Сегодня мы с вами разберем жанр новостной заметки. Новостная заметка – это базовый журналистский текст, кирпичик информации, на котором потом будут строиться более подробные репортажи, аналитические статьи, интервью с участниками событий. Зачем мы пишем информационную заметку? Где-то что-то случилось, и нам, журналистам, необходимо срочно об этом сообщить. Нашим читателям пока не нужны подробности, экспертные мнения и детальное описание событий. Им важно знать как можно скорее, что конкретно произошло. Эта срочность обуславливает краткость и в то же время емкость информационной заметки. Новостная заметка не предполагает, что вы будете выражать свое мнение, ваше личное отношение к произошедшему событию. Ваша задача – просто, кратко и по существу изложить факты. Новостная заметка начинается с заголовка. Имейте в виду, что многие ваши читатели не будут читать всю новостную заметку целиком, а только обратят внимание на заголовок, поэтому он должен быть емким и понятным, напрямую называть события. Например, если вы пишете информационную заметку про день донора в вашем университете, не называйте ее «В наших венах милосердия». Правильнее будет назвать ее «В университете прошел день донора». Возьмем, к примеру, новостную заметку, опубликованную на сайте информационного агентства ТАСС. Заголовок статьи «Путин выпил вместе с ополченцами в Ботлихе, как и обещал 20 лет назад». Под заголовок такой «Президент произнес приветственные слова и напомнил о боевых действиях в Дагестане в августе-сентябре 1999 года». Вы прочитали заголовок, поняли, в чем состоит событие, и в целом этого достаточно, чтобы понять, нужно ли вам читать дальше и разбираться в подробностях, или этой минимальной информации вам достаточно. После заголовка идет лид, краткий абзац, излагающий основную суть события. Лид должен содержать ответы на шесть главных вопросов. Кто? Что? Когда? Где? Почему? И как? Обратимся снова к примеру новостной заметки ТАСС. Вот как выглядит ее лид. Ботлих, 12 сентября. Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками народного ополчения, принимавшими участие в боевых действиях в Дагестане в августе-сентябре 1999 года. Он сказал приветственные слова и вспомнил о событиях прошлых дней. Как автор заметки отвечает на шесть основных вопросов? Кто? Президент РФ. Что? Встретился с участниками народного ополчения. Где? В Ботлихе. Когда? 12 сентября. Как с приветственными словами. Конечно, ответы на все шесть вопросов довольно сложно уместить в один маленький абзац. В данном случае ответ на вопрос «почему?» содержится в заголовке. Почему встретился? Потому что обещал 20 лет назад. После Лида мы углубляемся в события, даем больше деталей, описание произошедшего, мнение участников. Причем желательно брать два мнения с разных сторон. Например, если вы пишете о каком-то фестивале, приведите цитату участника фестиваля и цитату организатора. Если цитата очень большая, лучше поставить ее в конец информационной заметки. И, наконец, последний абзац – это бэкграунд, предыстория события. Если вы пишете о мероприятии, можно упомянуть, с какого года оно проводится, кто стоял у его истоков. В случае с вышеупомянутой заметкой об ополченцах и Владимире Путине, бэкграунд в последнем абзаце выглядит так. Посещая Ботлих 20 лет назад, в августе 1999 года, Путин, который в то время был председателем правительства России, признался, что ему хотелось бы поднять тоз за здоровье раненых и в память о погибших от рук боевиков. «Но у нас с вами впереди много проблем и большие задачи», – сказал он тогда. «Мы обязательно за них выпьем, но пить будем потом, когда эти задачи принципиального характера будут решены». То есть журналист показывает, с чего началась эта история, что послужило для нее поводом, причиной. Итак, мы разобрали с вами структуру новостной заметки. В заключении еще несколько советов. Не лейте воду, говорите по делу, не давайте длинных, никому не нужных описаний, которые никак не влияют на события. Если вы пишете о встрече двух президентов, не нужно добавлять, что погода в этот день была особенно прекрасна, пели птицы и цвели цветы. Запомните, у вас нет времени на долгие размышления и интервью, вы должны быть оперативными. Ну и, конечно, читайте новости, чтобы лучше понять их структуру, ведь хорошо пишет тот, кто хорошо читает. Успехов!